Заседание операционного суда, как и две недели назад, ждут родственники и близкие обвиняемых. Жена Дмитрия Ануфрака Екатерина снова приехала в Донецк с двухмесячной дочерью Настей. В прошлый раз увидеть отца им не удалось. Дмитрия на рассмотрение дела не привели. Рассказывает, сейчас их дом в Макеевке опечатан, живут с ребенком в Шахтерске. Чтобы доехать на предполагаемое свидание, в дороге на авто пришлось провести два часа. Она развивается быстрее, чем свои, судя по знакомым рассказам. И я считаю, что очень похоже на отца. И я считаю, что это нормальный здоровый ребенок. Отец ее ни разу не видел еще. Подсудимые обвиняются в терроризме, незаконном хранении травматического пистолета и патронов и нападении на таксиста. Последним преступлением признался сам Ануфрак. Родители и жена по-прежнему уверены, что в терактах 20 января осужденные невиновны. Таксиста же парень стрелял от страха, но убить не хотел. Ожидаем смещения приговора, полное рассмотрение дела. С учетом всех положительных сторон в этом деле, которые способствуют смягчению приговора. Вот объективности. Заключенных на суд привозят из СИЗО. Бросившуюся к мужу Екатерину Ануфрак с дочерью, в скамье подсудимых не пускает конвой. Первым рассматривают дело об ограблении таксиста. Второй раз осужденные показания не дает и судья зачитывает старые. В них Ануфрак утверждает, что стрелял, закрыв глаза, куда попадали пули не видел и хотел только ограбить. Взял 340 гривен. Однако сам таксист утверждает, он выжил только потому, что подготовлен физически, профессиональный спортсмен. Любой другой человек от четырех выстрелов в голову умер бы. Самый большой шрам разорвало лицо. Поэтому, если вы видите, убедиться. А если сопоставить удар пули в голову, даже резиновую, ну это что-то удар битый. Я думаю, не каждый человек сможет выдержать это. Обвиняемые же настроены позитивно, говорят адвокаты, несмотря на драки в камерах, где находятся. Ведь в прошлый раз Дмитрия Ануфрака на заседание не привели именно из-за ран на лице. У Ануфрака на лице есть шрамы, поэтому его и не привозили на то судебное заседание, потому что у него были телесные повреждения. Заседание продлилось больше пяти часов. Пока решение суд не вынес, однако адвокаты уверены, на месяц рассмотрения не затянется. Вердикт служителей ФИМИДы, защитники и родственники надеются услышать через несколько дней. Оксана Виттер, Роман Фролов, Георгий Жилич, Панорама.